МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Анапы в студии Кристины Арабина. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Текст достаточно сложный получился, потому что там одновременно разворачивается в нескольких временных пространствах, плоскостях действия. Фантастически интересно. Анапчанин Сергей Левин занял второе место на Всероссийском литературном конкурсе. Люди смотрят, интересуются, восхищаются нашими работами, покупают их. Феерия талантов и вкуса. Она поприглашает на кулинарный фестиваль и город мастеров. Каждую ночь сняются только женщины. Красивые и чужие. Сегодня всемирный день сновидений, что снилось анапчанам в осеннюю ночь. В Анапе приостановлено строительство 16 объектов. На каждом из них специалистами администрации совместно с Комиссией по проверке соблюдения градостроительного законодательства выявлено серьезные нарушения. Накануне в мэрии прошло заседание межведомственной рабочей группы. В нем приняли участие архитекторы, экологи, депутаты совета, активисты, общественники. Провел заседание исполняющей обязанности вице-мэра курорта Арам Кухтиев. Он рассказал о том, что сейчас решается судьба стадиона в селе Супсех. На месте предполагаемого спортивного объекта сейчас построен, по сути, торговый комплекс. Свою позицию во время рабочей поездки по сельскому округу высказал исполняющий обязанности мэра Анапы. Эту муниципальную землю необходимо использовать по назначению. Здесь должен быть стадион. Также Василий Швец отменил разрешение на строительство жилищного комплекса «Акварель». В 300 метрах от моря планировалось возвести 24 девятиэтажных жилых здания. Такая же судьба ждет три 15-этажки на Анапском шоссе. Здесь не было предусмотрено необходимое количество парковочных мест. Ряду застройщиков отказано в увеличении количества квартир в реализуемых ими проектах. Идут судебные тяжбы по сносу самостроев на улице Скифской в селе Витязево, в Джаметинском проезде и на Пионерском проспекте. Анапчанин Сергей Левин занял второе место на Всероссийском литературном конкурсе фантастики «Огненные элементы». Рассказ «Искры», основанный на реальных событиях в районе Чембурге, стал одним из лучших среди полутора сотен работ, присланных на суд жюри. С автором встретился наш корреспондент Алексей Дивейкин. Такими словами начинается один из лучших фантастических рассказов русскоязычных авторов, написанных в этом году. Анапский поэт и прозаик Сергей Левин отправил свой текст на сайт «Терраформа», известную платформу для проведения конкурсов среди писателей. В этом году они объявили конкурс, который называется «Огненные элементы». Его основным условием было, что там должен был быть текст фантастический, либо мистический, где очень важную роль играет огонь. То есть это могли быть байки около костра, это мог быть текст, где огонь выступал в качестве артефакта, или вот в случае у меня, где в основе рассказа лег пожар, который, кстати, был на самом деле в Анапе на Чембургских плавнях. Это был пожар в ноябре прошлого года. Пламя ужинало жадно, забиралось дальше, ближе. На мощные струи из бронзбойта внимания не обращало, уворачивалось, перекидывалось с залитых водой стеблей на соседние, скручивая их в уродливые черные загогулины. Завораживающее, гипнотизирующее зрелище, но лучше наблюдать со стороны, с экрана большого ЖК «Телика» или даже «Аймакс». Но никогда эта сокрушительная масса надвигается на тебя. Не тогда. Текст достаточно сложный получился, потому что там одновременно разворачивается в нескольких временных пространствах, в плоскостях действия. Там есть несколько героев, и каждый фрагмент посвящен определенному герою, которые в итоге потом пересекаются. Всего на конкурс «Огненные элементы» поступило более 150 работ русскоязычных авторов. Рассказ «Искры» Сергея Левина собрал восторженные отзывы читателей, удостоен диплома второй степени, издатель обещает ему дальнейшую поддержку. Обещают качественную аудиоверсию. Это мне интересно, потому что это достаточно современный формат, и многие сейчас не читают книги, а их слушают. Ну и, наконец, самое приятное, что по итогам конкурс обещают выпустить сборник лучших вещей. Это будет книга как в печатном, так и в электронном виде. Так что я надеюсь, что в скором времени подержу ее в руках. Ну а пока рассказ «Искры» можно прочитать на сайте Международной литературной площадки «Терраформа». Алексей Дивейкин, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. В Анапе прошел чемпионат Южного таможенного управления по волейболу. Соревнования были посвящены 75-летию Великой Победы. В них приняли участие 8 команд из Краснодарского края, Астраханской и Ростовской областей, Севастополя и Крыма. В течение трех дней таможенники боролись за звание лучших на волейбольной площадке. В итоге у мужчин первое место досталось коллективу таможенников из Ростова-на-Дону, а у женщин сборной Южной электронной таможни и Южного таможенного управления. Это первое соревнование в условиях пандемии. Соревнования прошли с соблюдением всех требований безопасности по нераспространению ковид. И от имени руководства Южного таможенного управления поздравляю коллег-спортсменов с завершением чемпионата. Хочется сказать слова благодарности всем организаторам спортивного мероприятия. Все команды играли достойно и на высоком профессиональном уровне. Сегодня в центре Анапы начался большой кулинарный фестиваль и открылась торговля изделиями народных мастеров. На театральной площади приглашают отведать уличную еду по рецептам со всего мира. Работают 10 футраков. В них представлены бургеры и шаурма, сэндвичи и блюда на мангале, пицца на травах и морепродукты. Можно выпить горячего чая и холодного морса, угоститься авторским мороженым и экзотическим салатом. На улице Горького гостей встречает винная деревня. Можно продегустировать лучшие вина от местных производителей. Приобрести сыр и копченую рыбу, свежую выпечку от анапского хлебокомбината. Полакомиться горячим шашлыком, а также оставить на память снимок в яркой фотозоне. По направлению к летней эстраде развернулся город мастеров. Умельцы предлагают изделия из натуральных камней, дерева и кожи, детские игрушки, куклы, декоративные тарелки, калейдоскопы ручной работы, картины и многое другое. Нам понравилась атмосфера выставки, потому что те, кто торгует разными поделками, они очень доброжелательны, очень настроены позитивно, объясняются, рассказываются, дают посмотреть и потрогать. Нам понравились калейдоскопы, нам понравились кожаные изделия. Мы кое-что себе купили и очень довольны. Настроение у нас хорошее. Люди смотрят, интересуются, восхищаются нашими работами, покупают их. Все-таки деньги остаются у нас здесь, в городе Анапе. Они не увозятся куда-то и не отдаются деньги людям, которые привозят товар, которые привозят из Китая или еще с других каких-то стран. А у нас здесь все-таки товар, сделанный нашими руками. Куда вложена душа, энергия, наши силы. И мы несем добро всем людям. Ярмарка на Театральной площади и на улице Горького будет продолжаться до воскресенья. Каждый год 27 сентября в России отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. В этот праздник, который выпадает в этом году на воскресенье, принято честовать тех, кто помогает формировать характер и будущее самого младшего поколения. Накануне Дня дошкольного работника наш рассказ о нелегком, но таком важном труде педагогов. Сегодня я предлагаю вам отправиться в путешествие по нашему любимому городу Анапа. Готовы? Да! Отправиться в путешествие не только воображаемое, но и реальное. Помогают маленькому человеку они – специалисты дошкольных учреждений, воспитатели, педагоги, нянечки. Многие взрослые до сих пор помнят имя своих первых наставников и помощников. Кто еще научит правильно кушать и читать стихи? По Анапе белый шляпик, воля черному еду, и прохожий, как знакомым, улыбаюсь на ходу. В детском саду номер 20 «Жемчужинка» свой уникальный подход к подрастающему поколению. Раскрыть таланты помогают профессионалы своего дела. Людмила Дегтярева – руководитель лаборатории творчества «Радуга», педагог дополнительного образования по изобразительному искусству. Воспитатель года – победитель и лауреат различных муниципальных и краевых конкурсов. Но свои заслуги измеряет не грамотами и медалями, а успехами своих подопечных. Самое важное, что должно быть у человека для того, чтобы развиваться и получать удовольствие от своей работы, это гореть этим делом изнутри. То есть чувствовать неподдельный, постоянный интерес к этому делу, которым занимаешься. Если будет интересно, если будет мотивация, тогда человек будет расти. Руководитель нового детского сада Татьяна Яковлева, педагог с 20-летним стажем, уверена, профессия воспитателя больше женская, связанная с материнскими качествами. А труд этот довольно сложен, и далеко не каждый человек на него отважится. Очень хочется видеть воспитателя, любящего детей. Потому что вот это качество, когда человек любит, когда дети его не раздражают, когда он принимает детей такими, какие они есть, вот это, я считаю, основное качество. Все остальное можно наработать, можно к чему-то научиться. Но вот любить детей, на мой взгляд, все-таки это самое главное. Родители – первые, кто видит результат труда воспитателей. В преддверии праздника выражают им признательность и благодарность. Воспитатели делают огромную работу. Мы доверяем самое дорогое наших детей. Спасибо им. Мы пошли вот недавно в детский сад, мы очень довольны. И вообще детский сад очень красивый сам, и воспитатели очень дружелюбные, приняли нас хорошо. Ну вот мы пока только привыкаем, но немножко ходим. И я поздравляю всех воспитателей с их нелегким трудом. Это очень тяжело. У меня у самой трое детей, но они большие уже. Ну вот теперь внученька. И поздравляю, желаю всего-всего от сердца, здоровья им, главное, терпения и благословений. И всему детскому саду. Всего в Анапе 46 детских садов, в которых заняты более 9,5 тысяч детей в возрасте от года до 7 лет. Каждый день свою душу в них вкладывают 1840 специалистов дошкольного образования. Дорогие коллеги, все сотрудники детских дошкольных учреждений и все, кто относится к детским дошкольным учреждениям, я от всего сердца поздравляю вас с этим замечательным праздником. Желаю вам вот такого настроения солнечного, какой сегодня день. Желаю вам, чтобы дети всегда вас любили, чтобы их глаза, искрящиеся улыбки приносили вам заряд положительной энергии, чтобы родители ценили и уважали ваш труд. Всего вам самого-самого доброго. Поздравляю вас. Ольга Жмак, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. А еще сегодня отмечается Всемирный день сновидений. Инициатором этой даты выступила Международная медицинская ассоциация, которая из года в год напоминает жителям планеты о том, что сон – важная составляющая нашей жизни, восстанавливающая силы для новых свершений. Наша съемочная группа поинтересовалась у жителей города-курорта, что снилось им сегодня. Каждую ночь сняются только женщины. Красивые и чужие. Мне только перестало сниться, что я вообще просто вот летаю. Летаю, 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 летаю. Мне это очень нравилось. Меня это успокаивало. Было очень приятно. Нет, даже не знали. Я тоже не знала. Я сны, во-первых, толком не вижу. И когда я просыпаюсь, я сразу же забываю. Честно. Ну, верим это в эти сновидения, которые сбываются. Вещи такие есть. Я тоже верю, что есть вещи и сны. Было у меня такое. Знаете, я подошел к окну и уже забыл, что у меня снилось. Но сны у нас хорошие. Даже вот и не помню так. Мне вообще редко сны, кстати, снятся. Но если снятся, то обычно снятся красивые, цветные, чего-нибудь такое. Вообще говорят, что сны цветные снятся, когда человек нервничает очень сильно. Я, наверное, человек спокойный. Поэтому нет. В последнее время вообще ничего не снится. Работа, работа, не снится ничего. Нам довольные гости снялись. Нашими вкусными пиццами, нашей едой вкусной. Поэтому сны такие. Готовились, переживали, чтобы все было всем угадать, чтобы все довольные были. Ну, по-всякому, по-разному. Как у всех, наверное, хорошее настроение, хороший сон. Грустный, грустный сон. Плохая погода, не спится. Хорошая погода, хорошо спится. Хороший сон. Всегда приятно смотреть, когда, знаете, какой-то цветущий сад, какие-то там шарики, праздник хочется. В этой жизни, наверное, чаще хочется праздника. Так что я желаю всем нашим жителям города хороших сновидений. Таким был последний рабочий день на этой неделе. Смотрите выпуски на сайте anaparegion.ru или на страницах в социальных сетях. Программа по традиции завершит информация о партнерах нашего выпуска. А я сегодня прощаюсь с вами. Удачи и берегите себя. Свежие овощи и фрукты, крупы и молочную продукцию от кубанских производителей можно приобрести на оптово-розничной базе в районе санатория «Россиянка». Большой ассортимент, низкие цены и бесплатная парковка для посетителей. Все это на оптово-розничной базе «Альтернативе Восточному рынку». Анапа. Улица Кольцевая, 15. Поворот на Чембурку. КОНЕЦ